Всем привет, всем доброе утро! Я сейчас собираюсь в магазин, в Росман хочу съездить, и затем мне еще нужно будет заехать в аптеку, потому что, как вчера, некоторые заметили, что Володя приболел. Да, у него насморк, и он так немножко подкашливает. Хочешь, чтобы я ему гриппостат купила, но сейчас поеду, куплю ему гриппостат. И в Росмане, что хочу купить в Росмане? Хочу посмотреть какие-нибудь подарочки для сваток. Я уже всем подарки приготовила, правда, еще не запаковывала. Спаковывать буду, наверное, завтра. Знаете, почему буду запаковывать завтра? Чтобы вам показать потом это видео, потому что я не знаю, как получится мне у Карины, получится снимать или не получится снимать, ну, чтобы показать вам подарки. В общем, короче говоря, еще не знаю, как сделаю, но подарки я вам покажу по-любому. Так, все, а сватам мы обычно покупали всегда коробочку конфеток. Ну, так символически, знаете, не то, что там прям подарок подарком, а так просто знак внимания символически. И обычно покупали там бутылку вина любимого и коробку конфет. Но в этом году хочу по-другому. Хочу купить что-нибудь рукой, не знаю. Сейчас посмотрю, что найду. Ну, тоже такое, знаете, небольшое, символическое что-нибудь. Или какой-нибудь крем и одеколон. Или, я не знаю, может быть, что-нибудь такое, ну, типа как баночку меда. Ну, в общем, короче, я не знаю. Но что-нибудь маленькое, такое символическое хочу посмотреть. Ладно, поехала, возьму вас, Савыч. Я закупилась лекарством. Володя взяла гриппостат. Ой, отсвечивает как-то так. Володя взяла гриппостат. У нас был детский сироп от температуры. Вы знаете, я взяла Карине пару упаковок. А то кто его смотрит, вдруг он сейчас пропадет. Потому что что-то все жалуются, что этого сиропчика нет. Не знаю, я у нас спросила, у нас есть. Володя еще взяла шпрей в нос. Так, мне интересно самой, сколько же стоит норофен. Так, гриппостат стоит 11,48. Норофен стоит... Не вижу. У меня здесь запасные очки всегда в машине есть. Норофен стоит... О, 5,09 всего. И шпрей в нос стоит 4 евро. Выплатила 24 евро с копейками. На все, по крайней мере, хоть какие-то немножко лекарства. Какие-то лекарства все-таки есть. И сегодня посмотрела видео. Мне там посоветовали посмотреть, почему в Германии пропадает лекарство. Сказали посмотреть Мишу Бур. Но я Мишу Бур как-то одно время очень часто смотрела. А потом как-то... Ну вот как можно было так припарковаться? Как я сейчас должна, молодой человек, выезжать, а? Вот круто, блин. Смотрите. Вот как? Не видно, наверное. Сейчас буду так пробовать выезжать. Тоже какие-то все интересные. Видит машина стоит? Нет, надо так припарковать, что я не выйду. Вот как? Идиот. Вот как потом тут териться? Катастрофа. А потом еще, знаете, говорят, что женщины, блин, а плохо ездят. Меня один раз, знаете, как в магазине припарковали? В строительном. Я реально, я просто-напросто не могла подойти к машине. Я залазила через вот эту пассажирскую дверь. Это было просто жесть. Что я там говорила? А, меня как-то... Я как-то Мишу Бур одно время... У нас здесь брусчатка, поэтому будет немножко трястись. И у нас здесь такая пешеходная зона. Здесь нельзя сильно быстро ехать. Меня здесь как-то один раз фотографировали. Даже причем два раза. Один раз, когда я ехала в магазин. И один раз, когда я ехала с магазина. Но, наверное, этот случай тоже все помнят. В общем, Мишу Бур как-то я перестала смотреть. Мне как-то сейчас, на сегодняшний момент, больше нравится, как ведет новости Сергей Кернер. Поэтому я сейчас каждое утро начинаю с его новостей. В общем, он очень часто выставляет. Как-то даже через день. Или иногда бывает у него... Ну, где-то приблизительно через день он выставляет новости. Я каждое утро начинаю с его новостей. И он сегодня сказал, почему в Германии пропадает лекарство. Потому что большинство лекарств были изготовлены на производитель, короче говоря, Китай. И сейчас наше правительство просто-напросто не хочет закупать лекарства в Китае, так как они боятся, что они там могут что-нибудь подмешать. чтобы у европейцев в голове что-то сдвинулось, чтобы они мыслили так, как китайцы. В общем, как-то так он объяснил, а по крайней мере я так поняла. Так. Все. Теперь я поехала в Росман. Сейчас посмотрю что-нибудь для сватов. Подарочек. Девочки, я получила я получила большую посылку от Бессикрет. Кстати, там сейчас очень хорошие скидки на Бессикрет. И я себе, ну там, кое-что заказала. Покажу вам. Я уже посмотрела. Еще, правда, ничего не мерила. Посмотрела, кое-какие вещи мне нравятся. Кое-какие вещи мне уже сразу не нравятся. Вам покажу, конечно, все. Но самое интересное, что я заказала себе там такие полусапожки. Мне они очень понравились. Я, короче говоря, один сапог померила, даже два сапога еще не мерила. Еще времени мне просто-напросто не хватило. У меня 37-й размер ноги. Я так достаю, думаю, что там какой-то большой этот сапожек-то. Стала мерить. Короче, они мне какие-то большоватые. В общем, мне нужно одеть два сапога и немножко пройтись по дому и посмотреть. Я посмотрела уже, можно ли перезаказать в 36-й размере. Короче говоря, 36-го размера нет, только 37-й. А, как-то они такие большомерки. Так, дизель у нас сегодня Оэро-81, Супер Плюс, Оэро-75. А нет, Супер, Оэро-75 и Супер Плюс. Я теперь не помню. Не забуду. Оэро-84, по-моему, что ли. Как-то так. Ну все, я уже в Росмане. Потом, что я найду, присмотрю в Росмане, я вам потом, конечно, я покажу. Закупилась. Что я купила для себя? Смотрите, я купила вот такие капсулы. Я их не очень часто покупаю, но мне иногда девчонки подкидывают. Но, в принципе, они мне очень нравятся. И они очень удобные. Здесь такую штучку маленькую отрываете, и вам вот этой вот одной капсулы хватает помазать лицо. Это витамин С, а это ночные капсулы, знаете, с маслом вместо ночного крема. Я всегда утром просыпаюсь, умываюсь и наношу дневной крем на лицо. И вечером обязательно, когда ложусь спать, я тоже после того, как умоюсь, тоже наношу всегда ночной крем, потому что у меня стягивает лицо, я по-другому не могу. А вот такие вот эти капсулы очень классно. Я привыкла к крему еще, и не знаю, а мы еще в Казахстане жили. Ну, я после того, как вышла замуж, ну, еще когда совсем, я имею в виду, молодая была. Может быть, кто помнит, у нас, когда появились вот эти вот всякие импортные товары, у меня мама, например, она всегда пользовалась крем-ахрамин у нее был. Вот я не знаю, я запомнила это название, такой розовый тюбик, знаете, может кто помнит. Володя мне один раз купил на базаре, была такая большая банка, она стоила, я теперь не знаю, конечно, какие там, какой курс был, какой курс там был, но я помню, что это было 5000, я не знаю 5000 чего, 5000 тенге это было, или это было 5000 рублей, но я помню, что такая банка, и крем там такой был, бледно-бледно-розовый, и он был такой увлажняющий для кожи, и это был такой, это был такой шикарный крем, ну на тот момент, мне прям очень-очень нравился, поэтому мне этот момент, но это был мой вообще первый крем, который я запомнила, и, короче говоря, еще и он мне очень понравился. Вот такую зубную пасту, я не совсем хорошо видно, как-то отсвечивает, здесь нету аспартана, в общем, Карина постоянно покупает только такую пасту, ну и, короче говоря, я тоже подсела, она, конечно, намного дороже, ну как намного дороже, три ойра она стоит, это тоже для зубов, такие, такие щеточки, между зубов чистить, так, что я еще купила, для свахи я купила, но я могу показать для свахи, потому что я точно знаю, что они меня не смотрят, ну в общем, я по крайней мере в этом уверена, я купила вот такой крем, от Лореаль, почему-то как-то не очень, отсвечивает все, от Лореаль, ночной, и, и это тоже ночной, а что ж я два раза-то ночной купила, ну, елки-палки, ну ладно, придется тогда один себе оставить, хотя я хотела купить ночной, дневной, выбрала 55+, но вообще-то мне это еще тоже рано, ну ладно, теперь уже как есть, не совсем, не совсем хорошо посмотрела в магазине, зайти что ли еще, мне там просто не было, ну ладно, придумаю теперь что-нибудь, и купила еще два вот таких одеколона, один вот такой, и один вот такой, вот этот, по-моему, для свата, а вот этот я понюхала, мне понравилось, я думаю, возьму Володе тоже, у него много одеколонов, знаете почему, потому что все на любые праздники дарят одеколон, но мне просто запах понравился, этот я тоже понюхала, естественно, этот запах мне тоже понравился, но и вот этот тоже, в общем, короче говоря, взяла вот такие одеколончики, короче, заплатила я за вот это все, 28, нет, 26 евро, но я с кремом как-то пролетела, я зайду еще в магазин, посмотрю дневной, что у меня тут по времени, по времени я еще успеваю, просто у Володи сегодня от Термин к врачу, он уже получил результаты анализов, по ей пойдет теперь к врачу, врач ему расшифрует их, и скажет, что ему там нужно делать, в общем, я купила правильный крем, такой же от L'Oréal, от морщин, у меня теперь вот так вот, вот так вот подарю, я думаю, хороший такой небольшой подарочек, а девочки, что вы делаете с теми кремами, которые вам не подходят, или вам не нравятся, я мажу руки, использую как крем для рук, все, теперь домой, вы не поверите, мне пришлось вернуться, потому что я вспомнила, я же хотела еще в Lidl заехать, мне нужна морковка, баклажаны, гранат, и что-нибудь копченое, или копченую курочку, я не знаю, у нас вообще продается копченая курочка, в магазинах или нет, или копченую рыбку возьму, в общем, не знаю, что посмотрю, потому что хочется, хочу сделать один салат, там ложат, по-моему, копченую грудку, ну, курочку, или обыкновенную грудку, я не хочу что-то сильно обыкновенную грудку, я хочу копченую, в общем, что-нибудь сейчас посмотрю, или рыбку, ну, я рыбку, я знаю, что есть копченая, а вот насчет курочки, не знаю, то что пойду посмотреть, закупилась, немножко, покажу вам уже дома, знаете, почему, потому что я уже тороплюсь, Володе скоро нужно будет ехать к врачу, ну, по своему термину, а я еще тут по магазинам разъезжаю, так, может, ну что ты меня пропустишь, или не пропустишь, нет, с тележкой так идет, прям, это, а в Лидоле не было, в Лидоле не было гранат, я хотела одну гранату купить, и нету майонеза, причем никакого, вернее, я не знаю, если там другой какой-то майонез, кроме как с синей крышечкой, вернее, бывает ли он там, но мне нравится вот именно этот майонез, который с синей крышечкой, в Лидоле продается, а его просто-напросто нет, его уже нет в течение, не, наверное, недели, я сейчас заеду в Ревю, но куплю, по крайней мере, гранат куплю, если не будет там майонеза, знаете, который самый дешевый, не потому что, что он самый дешевый, а потому что он вкуснее, так, сюда сейчас припаркуюсь, быстренько сбегаю, значит, буду делать дома сама майонез, если что, гранат тоже не было, я взяла только вот такой майонез, в общем, не знаю, от Хайнс, ну, фирма вроде бы нормально, кетчупу невкусно, не знаю, как майонез, там еще какой-то был майонез, таких, знаете, девочки, желтых, бутыл, желтых таких вот, пластиковых бутылках, я не знаю, я раньше никогда такой майонез не видела, я сначала думаю, взять что ли, попробовать, потом думаю, не буду, брать вдруг невкусный, короче, за гранат, еще можно, конечно, у нас заехать в Али, нет, Валди, и в Эдеку, но у меня сейчас реально нет уже времени, потому что я уже сказала, сейчас уже, Володе, короче, машина нужна будет, если что, завтра попрошу его, чтобы он съездил мне в эти магазины, ну, чтобы он мне хотя бы одну гранату нашел, у меня есть дома одна граната, но она уже давно стоит, она давно лежит, я не думаю, что она уже хорошая, если я рожью выкинула. Все, теперь быстренько домой, в магазинах людей так много, но все закупаются, в предпраздничные дни, поэтому все по многу покупают, поэтому временно магазины уходят много, сейчас приеду домой, наверное, Саврина уже, наверное, уехала, она вчера вечером, когда пришла с работы, она вчера еще детям делала подарки, но в пакетике заворачивала. Я вам не успела снять, я не знаю, сейчас я ее увижу, или не увижу, еще дома, потому что я не знаю точно, за скольки она сегодня работает, в общем, как-то так, я даже сама не видела еще эти подарочки, которые она сделала. девочки, нам повезло, Саврина еще дома оказалась, но она сейчас уже уезжает, уже да, все, я вам сейчас быстро, но к Саврине вам сейчас быстро покажут, какие она подарки сделала для своих детей, я, кстати, тоже не видела, потому что она вчера вечером их делала, и я вам потом покажу закупочку, что я купила. Давай. Смотрите, видите, целый пакет, сколько там, что у тебя? 20. 20? Ты хоть сеть детей посчитала? Да? Да. Молодец. Вот, там вот, помебеши, жвачки, такой, травмцук, глюкоза, шоколадки, и вот здесь примерно такой корни, а ты такие корни всем купила? Нет. Вот здесь жвачки лучше видно. Ой, она мне вчера одну жвачку, это те жвачки, которые ты мне вчера давала? Да. Боже, она мне вчера одну жвачку давала, она не сказала, что это жвачка, она сказала, попробуй. Я попробовала, это так, было кисло, это ужас, я прям можно не могла. А, у Сабрины новый маникюр, я забыла сказать. Красиво. А у меня вчера ноготь отлить, смотри, вот тут, у меня вчера уголочек отлетел. Я теперь не знаю, что делать, мне теперь придется ногти еще делать, но хотя бы перед Новым годом. что мне сказать? Что мне сказать? Не знаю, что тебе сказать. Все, ты уже там, ты уже поедешь сейчас. До скольки будешь? Пяти. До пяти? Ну ладно, давай. Давай, ты кушать успеешь? Угу. Ну ладно, сейчас я тогда быстро еще Сабрину покормлю, ну вернее, она сама покушает, да? А потом уже вам закупку покажу. Сегодня утром чистила свою кафе-машину. Смотрите, я хочу показать, какой с этой кафе-машины же мы, он достаточно мокрый. Я специально, я его выбрасываю потом под малину, ну у себя, короче, в огороде, да, вот на эти грядки, где у меня были, в общем, я им удобряю землю. Но он достаточно мокрый. От Юра, когда у меня Юра кафе-машина, она стояла, там прям были в таких, знаете, прям такими таблетками выходил вот этот жмых, и он был довольно-таки сухой, прям, в общем, когда я даже выбрасываю эти таблетки, они даже не распадались, в общем, они были очень хорошо спрессованные. Ну, можешь кому-нибудь интересно. Дома, сейчас быстренько вам покажу закупочку. Вот такое мороженое. Ну, это у нас Володя кушает, просто по приложению лидлскому одну покупаешь, одну в подарок. Поэтому я ему все. Он же у нас сладко ест, пусть кушает. Ягоды, ну, такие ягоды, я и Сабрина кушает. Ну, майонез я вам уже показала. Это время. Я еще взяла себе еще одну упаковку кофе. Правда, мне написали девочки, что сейчас вкус у него уже не тот. я как-то не знаю, может быть, у меня еще попадаются упаковки из старых запасов. Я как-то не заметила, что вкус поменялся. Мне вкус пока нравится. Морковку. На это я буду делать салат с баклажанами. Еще буду делать морковку с баклажанами по-корейски. И купила вот этот вот кастлер. Короче говоря, никакую копченую курочку или там копченую грудку я не нашла в Лидоле. В Реве я уже не смотрела, потому что я купила этот кастлер. Ну, в общем, хочу сделать такой салатик. Ну, он у меня теперь будет по-новому на мой манер. То, что у меня есть, то я туда и положу. Просто мне еще нужно для украшения граната. Граната у меня нет. Может быть, мы еще его завтра где-нибудь найдем. И цветные, не цветные, а вареные яйца. Все, мои хорошие. На этом я буду с вами на сегодня прощаться. У меня еще вот столько дел, чтобы все успеть. Еще нужно вам смонтировать видео, чтобы вы сегодня увидели, чем я занималась с утра до обеда. Ну, и встретимся с вами уже завтра. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.